Я вижу ту работу, которую я провожу, и я работаю по-честному, заставляя и делая все для того, чтобы это было идеально. Все остальное уже зависит от вас. Почему? Я вам сказал саму систему, если человек бесконечно предал свою душу, если человек бесконечная какашка, если человек настолько проросла ненависть, настолько проросла злоба, настолько проросла говнизм какой-то, настолько проросла ложь, настолько проросла сволочность, то вылечить такого человека будет сложно. Почему? Я корячусь, а душа не хочет. Она закрывает это все. Она говорит, это существо недостойно. Пусть оно растет духовно. Именно поэтому я говорю, что духовность является одним из максимально ярких проявленных элементов. И человек обычно говорит, Андрей Андреевич, я хороший, добрый человек, а сколько раз вы ненавидели своих детей? А ругал кто? А кто устраивал террор? А сколько по времени вы обижаетесь? А кто не хочет помогать этому миру? Кто не хочет помогать близким? Кто не хочет видеть мир, в котором мы находимся? Кто не хочет жить в этом мире? Почему вы этого всего видеть-то не хотите? Ведь он прекрасный. Нет, деньги, 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 жирная, жирная, жирная. Сколько можно? Слушайте, вы себя загнобили. Вы себя гнобите, гнобите всех людей вокруг вас. Вы недобрый человек. У вас либо зависть, либо ненависть, либо еще что-то. Ученики школы после седьмой ступени потом мне пишут, Андрей Андреевич, вы должны иметь волос, вам надо сбрить волосы, быть нормальным человеком. Это еще что такое? То есть столько говна, что нужно его выплеснуть даже своему учителю. После этого я не могу выздороветь. Ну а как же ты выздоровеешь, если после того, когда марафон заканчивается, они начинают обсуждать. Дуй-ка столько денег заработал, дуй-ка какашка. А давайте позвоним, скажем, что мне не помогло и заберем все деньги обратно. Ну это же нормальный процесс. То есть говнизм надо убрать. Вот это все внутреннее говно его нужно собрать и убрать. И стать наконец-то хорошим человеком. Когда захотите орать, вспомните, что я вас наградил медалью. Вы добрый, хороший человек. Кого-то бить скажите и себя не угнетайте. Не говорите, я какашка, никому не нравлюсь, я злая, вредная, там еще какая-то. Будьте высокодуховными людьми. Плохие президенты, хорошие, все в сад. Плохо живется, хорошо, видите все хорошее. Вы одеты, плохие у вас родители, хорошие, но вы-то выздоровели. Вы-то сейчас здесь, значит они вас вырастили. И вы дожили до престарелого возраста, значит у вас и кальций, и калий присутствовал. Это говорит о том, что хорошая жизнь была, хорошие гены, они хорошие. Тогда что тянуть-то, уже сами родители, а все плохие. И дети тоже, что вы их гнетете. Работайте над собой, становитесь добрыми. Хотите что-то сделать детям, дайте им денег, хватит их воспитывать. Хотите в жизни свои счастья, хотите, чтобы тело не болело, видите мир вокруг вас находящийся. Это не таблетка, это радость. Мы ее должны знать, мы должны на нее ориентироваться. Это процесс длительный. Таблетка вам поможет не почувствовать боль, но распад тканей будет происходить. Я говорю вам это серьезно.